Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге поэта Первой мировой войны антология, составитель Анатолий Соколов, Борис Орлов, редактор. Сегодня я познакомлю вас с Петром Орешиным, поэт-прозаик, родился в июле 1887 года в Саратове в семье приказчика Мануфактурной лавы. Окончил начальную школу, учился в Саратовском четырехклассном училище, но так как не было средств, ему пришлось уйти. Скитался по городам и селам Поволжи в Сибири в поисках заработка, что-то зарабатывал. Уже тогда начал писать стихи. Первые стихотворения были опубликованы в Саратовском леске и в Саратовском вестнике в 1911 году. В это время как раз ему было 24 года. Взрослый человек. В 1913 году переехал в Петербург, Орешин. Начал публиковаться в столичных журналах. В 1916 году, через три года, был призван в действующую армию. Принял участие в боях на западном сронте. За храбрость застроен двух Георгиевских крестов. Представляете, какой храбрый человек? Два Георгиевских креста. В 1917 году Орешин знакомится с Есениным. Позднее он познакомился с Клюем, Клычковым, Ширяевцем. Выходит с 1919 года по 1922 год. Выходят его книги. Он живет в Саратове. Книги его стихов. С 1922 года он живет уже в Москве. Избирается членом правления Всероссийского союза писателей. Много пишет, работает. Выходит его четырехтомник поэтических произведений. В 1923 году вместе с Есениным, Клычковым и Ганином подвергается преследованию по делу четырех поэтов, обвиненных в антисемитизме. На это обвинение Орешин ответил в стихотворение «Под клеветою» он называется. Много в своем творчестве Орешин пересматривает после гибели Есенина. Создает цикл стихотворений, посвященный погибшему другу. В 1934 году его задержали на улице милиционеры, которые услышали слова, представляете, задержали за предложение, которое он сказал. А он сказал, такую сволочь, как товарищ Каганович, вместе с вами терпеть не могу, как негодяев. И вот за эту фразу его взяли милиционеры, посадили в каталажку. Ну, он был, видимо, такой правдолюб, так в доме писателя он заявил, что советская власть не дает жить порядочным людям. Сталин, сволочь, не может ценить порядочных работников. После этого была составлена докладная записка в Портком Союза советских писателей. В 1937 году Орешкин арестован, а в 1938 его расстреляли по обвинению в террористической деятельности. Вот так вот сказал два предложения. Взяли, обвинили в терроризме и расстреляли. Время. Ужас. Реабилитирован посмертно. Вот такая судьба человека. Сейчас я хочу прочитать вам несколько его творений. Вы знаете, я вот листаю тех стихотворений, которые в этой книге опубликованы. Сложное стихотворение. Ну, давайте попробуем. Вот стихотворение, написанное в 1917 году. Тяжелое время. Вот такое. Если есть на этом белом свете, в небесах негаснущий Господь, пусть Он скажет, не воюйте, дети, вы моя возлюбленная плоть. Отдаю вам все мои богатства, все, что было и пребудет вновь. Да светится в жизни ваше братство и в сердцах великая любовь. Он сказал, а мы из-за богатства льем свою бунтующую кровь. Где же оно, святое наше братство? Где же она, великая любовь? Вот такое стихотворение. Обалденно, вообще-то. Как я это не заметил его. Вот, опять же, в 1917 году пишет стихотворение, называется «Журавли». Полюбил я заоблачный лед, легкокрылых степных журавлей, Над тухлюпами русских болот, над безмолвием русских полей. Полюбил я заоблачный шум, над землей тоскующих птиц, Красоту неисполненных дум и печаль человеческих лиц. Полюбил я осеннюю мглу и раздолье плывущих полей, Этот крик по родному селу, золотых, как мечта журавлей. Пусть осенние ночи темны, над полями зеленая мгла, Выплывает из злой тишины светлый звон золотого крыла. Полюбил я заоблачный лед, вечный зов журавлей над селом. Скоро-скоро от синих болот поднимусь золотым журавлем. 17-й год. Последнее стихотворение вам прочту, но без названия. Написано в 1916 году такое стихотворение. Вот такое стихотворение. Я оборвал струну пеунью, но все звенит, звенит она. В высоком небе тишина, я слышу вновь струну пеунью. И вот последнее стихотворение. Оно написано, сейчас посмотрю, в 1926 году. Называется «Отдых». Хорошо среди лесов и полей отдохнуть от неласковых дней И от шубы больших городов, и от звона железных оков. Хорошо полежать одному на траве в голубом тюрьму, Где не видно людского жилья, только небо до степи, да я. Хорошо при широкой луне проскакать на крылатом коне И вечернюю хмурую синь обнимать резиду и полынь. Ничего нет свободы милей, золотых и зеленых полей, Синеглазых речушек и рек, чем свободнее живет человек. Хорошо под березовый плач отдохнуть от своих неудач. И по ясному синему дню позабыть человечью резню. Хорошо от измены друзей убежать в перезвоны полей, Позабыть и притворство и ложь утонуть в осельковой рожь. А еще лучше час роковой поплатиться своей головой, Лечь на первом широком пути и сказать не прощай, а прости. Да, вот я вам рассказал о Петре Орешине, поэте-прозаике, Который родился в июле 1887 года в Саратове, Прошел интересный путь. И в 1938 году был расстрелян по обвинению в террористической деятельности. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok